В областном исполнительном комитете состоялась встреча губернатора Приморского края Олега Кожемяка с главой Брестской области Юрием Шулейко, во время которой руководители регионов подчеркнули, что несмотря на внушительное расстояние в 10 тысяч километров, Приморский край Брещена имеет хорошие перспективы на наращивание сотрудничества. На удивление, с первых минут разговора нашлось много общего. Брестская крепость-герой и Владивостокская крепость, в строительстве которых принимал участие Дмитрий Карбышев. В обоих городах есть улицы, названные в его честь. И по удивительному стечению обстоятельств совпадает и количество земель, используемых в сельском хозяйстве. Мы сегодня имеем в своем, так сказать, землю. Земля у нас 50% это миллиариванные земли. Я посмотрел вашу карту, у нас один к одному по статистике земель, которые используются в сельском хозяйстве. У вас миллион двести, у нас миллион двести. Ну, 900 тысяч мы пашем и сель. Ну, сель мы этих земель. Объединяет регионы, конечно, не только патриотизм и общая история, но и экономика. Последняя ныне дополняет и импортозамещает многие позиции. За 9 месяцев 2022 года товарооборот вырос в 3,5 раза по сравнению с таким же периодом 2021-го. Брещане почти в три раза нарастили экспорт. В частности, они поставляют в российский регион продукты питания, одежду, краски и лаки, керамическую плитку, мебель, сельхозтехнику. Олег Кожемяка на встрече отметил, что видит большие перспективы для сотрудничества регионов, которые находятся на противоположных концах союзного государства. Для нас интересны поставки продукции, в том числе, которая идет из Бреста. Саушкин продукт – это известнейшая марка, Брестский мясокомбинат, который пользуется большой популярностью у жителей Приморья. Здесь работает компания «Санта», которая получает океанскую сельдь. Пинская мебель, она уже сегодня присутствует в Владивостоке. Предприятия текстильной промышленности, которые здесь представлены, мы знаем, это высокое качество, их вообще бумажные ткани, то есть тоже могут быть интересны для приморского потребителя. Поэтому надо расширять нам сотрудничество, несмотря на вот это десятитысячное расстояние. Я думаю, что мы можем существенным образом нарастить наши торговые, гуманитарные, культурные и туристические связи. Уже в ближайшее время Брест и российский Владивосток могут стать городами-побратимыми. Ведь, как было сказано на встрече председателем Брестской области Юрием Шулейко, главы двух городов уже начинают завязывать контакты. Думаю, что подписание соглашений между нашими городами, столицами наших регионов, между Владивостоком и Брестом, послужит дальнейшим улучшением взаимоотношений, увеличением оборота, приезда в последующем делегации города Владивостока. Всегда позволит найти новое направление сотрудничества, всегда какие-то приемлемые пути их решения, оборот, поставки продукции. Ну и думаю, что это даст пользу регионам Приморского края и Брестской области.